АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем цикл передач Академии Кваринга. И сегодня у нас в гостях генеральный директор компании АМ-Логистик Денис Иванников. Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема очень интересна, и мы ее уже затрагивали в предыдущих передачах, связана с эквайрингом в области доставки, доставки различных товаров. И, Денис, вот ваша компания, насколько я знаю, занимается не только интернет-доставкой и работает не только с интернет-магазинами. В каких областях вы еще работаете? Ну, на самом деле, мы профильный поставщик услуги для интернет-магазинов. Конечно, говорим о том, что мы изначально создавались для доставок интернет-магазинам, и, собственно говоря, основной объем, который мы реализуем, это доставки для интернет. Поэтому, наверное, все-таки правильно говорить, что мы специализированный провайдер, поэтому доставляем только для интернет-магазинов. Хорошо. Вы знаете, друзья, вот на самом деле, ведь я вот об этом не задумался, наверняка вы тоже. Когда вы заказываете товары в интернет-магазине, наверняка вы думаете, что эти товары вам доставляют, собственно говоря, сами интернет-магазины. Но, де-факто, это, в общем-то, далеко не так. И, вот, например, там компания Айм-Логистика, она как раз и является той самой компанией, которая, может быть, не сильно видна для конечного потребителя, но делает очень важную часть работы, связанную с продажей товара. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения вашей работы, насколько, как вы ощущаете, в данный момент уже востребован экваринг? Насколько он нужен для вашего бизнеса? Ну, вообще, экваринг – это, безусловно, вещь необходимая, крайне востребован на текущий момент. Ну и по большому счету, вот то, что вы сказали, да, мало кто задумывается о том, кто доставляет, но это правильно, потому что чем лучше работает логист, тем меньше его заметно, да, и чем лучше официант, тем менее он заметен в зале. Это, скажем, золотое правило. Вот, а экваринг – это, как бы, та услуга, та норма, которая в нашей жизни теперь необходима, и мы, к сожалению, или к счастью, наоборот, не можем от нее отказаться, а, наоборот, развиваем-развиваем. Это, собственно говоря, перспектива ближайших 10 лет, окончательно рынок будет трансформирован в электронные платежи в той или иной форме, будут, будь то карты, или, будь то еще какие-то средства. Но это однозначно абсолютно перспективное явление, оно неуклонно наш рынок меняет. Ну, скажите, сейчас вот при доставке вашей курьеры, вот, то есть, насколько сейчас уже востребована эта услуга, то есть, есть ли у вас какая-то статистика, либо понимание того, как часто, скажем так, приходится, привозя товар, принимать оплату на месте при помощи банковской карты? Вы знаете, это крайне востребовано. На текущий момент у нас курьеры не пользуются мобильным эквайрингом. Мы внедрили мобильный торговый эквайринг на наших пунктах самовывоза. В Москве это порядка 20 пунктов самовывоза. Не порядка, а 20 пунктов самовывоза. Соответственно, первый пилот мы запустили. Не буду называть банк, который нам предоставляет эквайринг, но, тем не менее, там буквально за полгода процент оборота по пластиковым картам на торговых точках составил порядка 12 процентов. От 12 до 15. То есть это, скажем так, что называется рост. Вот просто на глазах. Это очень неплохой показатель. Вы знаете, если все-таки, понятно, что точка самовывоза, это понятно. Клиент приезжает и, в принципе, вполне логично предложить ему, как один из вариантов оплаты, это вариант оплаты при помощи банковской карты. Тем более, что покупки могут быть разные по цене, достаточно дорогие. И, собственно говоря, возить с собой крупную сумму наличных денег, ну, это, скажем так, не всегда удобно и не всегда безопасно. Все-таки с точки зрения курейской доставки непосредственно по адресу. Вот здесь как это проистекает? Понятно, что есть другие инструменты, наверное, оплаты. Люди платят, во-первых, наличными, во-вторых, они могут заплатить непосредственно при заказе товара через интернет. Эквариинг, да? Вот в вашем случае здесь есть ли какая-то потребность? Чувствуете вы именно какую-то потребность в эквариинге в таком непосредственно в точке приема товара? Потребность, безусловно, есть. Рынок к этому готов. Более того, российский рынок достаточно специфичен. Он в каком-то смысле схож с китайским рынком. У нас очень высокая доля непредоплаченного заказа, который движется сетями курьерских служб. Но с точки зрения ментальности принципиально разные причины, почему люди оплачивают не до доставки, до факта отправки, а уже непосредственно при получении. И даже на текущий момент мы говорим о том, что по большому счету есть определенная инерция рынка. То есть когда курьер приезжает с мобильным эквариинга, у нас есть такая статистика, клиент говорит, ой, а я подготовил деньги, к сожалению, я не знал, что карта есть. То есть это возможность, ее нужно декларировать, как следствие она будет пользоваться спросом. И здесь сомнений нет, потому что мы понимаем, что хранение денег в наличной форме – это несколько неудобная процедура, если мы говорим о достаточно дорогой покупке. Мы можем говорить о том, что по нашей статистике средний чек – это порядка 3000 рублей на текущий момент. Этот чек неизменно рос. С 2007 года чек вырос с 1800 рублей, считайте, практически в два раза. Для достаточно дорогих покупок оплата пластиковой карты – это вообще, собственно говоря, основа, потому что большинство курьерских компаний делает физическое ограничение – порядка 50 тысяч рублей на инкассацию денежных средств курьером с целью безопасности, потому что объективных предпосылок, конечно, нет для того, чтобы эту сумму каким-либо образом уменьшать. Но я имею в виду, как раз, наверное, даже субъективных нет, объективные-то есть. Поэтому мобильный эквайринг – это то решение, которое дает безопасность прежде всего. Но если мы посмотрим в будущее, это порядка перспективы 10 лет, а мы должны понимать тот факт очень простой, что тому молодому человеку, которому сейчас 11-12 лет, через 10 лет будет 22, и он будет находиться в возрасте принятия решения, то платежи, которыми он будет пользоваться и системы, которыми они будут пользоваться, они будут выглядеть существенно иначе, нежели чем они выглядят и выглядят на текущий момент, и выглядели раньше. Это, в общем-то, понятно, да, и понятно по степени проникновения гаджетов в нашу жизнь. Это мобильные устройства. Трудно представить школьника, который не пользуется смартфоном, классическим телефоном, кнопочным. Ну, практически, что невозможно, да, потому что ты не пользуешься интернетом, не пользуешься Android или iPhone-системой, да, и ты, в общем, за бортом жизни со временем. На самом деле, мне кажется, еще все-таки какое-то поведенческое копирование, потому что ты еще и можешь стать изгоем неким в своем классе. Абсолютно точно. Когда вы говорите про мобильные эквайринги, я правильно понимаю, что речь идет как раз о том виде эквайринга, который мы в предыдущих программах уже обсуждали. Это когда некое читающее устройство, подсоединенное к телефону или к смартфону? Абсолютно точно. Мы говорим о мобильном эквайринге как раз в той формулировке, в которой вы говорите. Но мы понимаем, что это промежуточные циклы, они определены определенной ментальностью. То есть, в принципе, мы понимаем, что если есть возможность и достаточно комфортная возможность оплатить, не пользуясь никаким физическим носителем, то, конечно, спрос будет эволюционировать в эту сторону. На текущий момент очень высока потребность рынка, я имею в виду покупателей, оплачивать в момент получения. И именно поэтому физически мобильный эквайринг у курьера – это та возможность, которая дает, в общем-то, собственно говоря, клиенту посмотреть товар и в момент принятия решения оплачивает он или нет, совершить, собственно говоря, оплату или не совершить. Это очень важно. Почему? Потому что клиент преимущественно, конечно, сейчас в России очень требовательный. Он требовательный с критерием выбора магазина, то есть это сроки доставки, время исполнения. И очень требовательный, потому что он не хочет предоплачивать товар. Потому что если мы говорим об интернет-эквайринге, то мы все понимаем, что товар идет предоплаченный. А, соответственно, клиент опасается тех рисков, которые, в общем-то, вырастают, наверное, больше из страхов и мистификации на текущий момент, что деньги ему не вернут. Что, оплатив в интернете, он, собственно, потерял эти деньги и уже в момент доставки отказаться не сможет, потому что товар предоплачен. Конечно же, это не так, но, тем не менее, спрос на рынке, он выглядит именно таким образом. Этот фактор нужно учитывать, безусловно. Ну да. Вы знаете, друзья, на самом деле вот эту тему МПОС, мы ее поднимали несколько раньше. И, может быть, есть смысл сказать об этом еще раз отдельно. О том, что это, возможно, конечно же, такой интересный нишевой инструмент, который у нас в стране пока еще сильно не развит. Вот, к примеру, если брать рынок Соединенных Штатов Америки, то на данный момент там в поле находится уже более двух миллионов такого типа решений. И вопрос, который я в свое время задавал, почему, собственно говоря, так распространен этот тип, скажем, так, оплаты в США. И, вы знаете, там очень интересно было объяснение, этому мне дано, что это больше связано, на самом деле, как ни странно, с маркетингом. Ведь проблема, когда ты приезжаешь с такого рода устройством, это проблема, что ты не можешь выдать какой-либо чек, какой-либо документ бумажный. И, как правило, в США в тех же вам предлагают, собственно говоря, выслать этот чек на e-mail. И человек, как правило, понимая, что, наверное, чек ему нужен, ну, все-таки, мало ли, это гарантия связана, может быть, с чем-то. Он на это идет и, собственно говоря, дает продавцу свой e-mail. Но, как вы понимаете, в дальнейшем вам присылают на это e-mail не только чек, а всю оставшуюся жизнь или, по крайней мере, тот срок, который вы пользуетесь этим адресом, вам там будет в магазин присылать все, что ему, в общем-то, взбредет в голову. Возможно, даже какую-то полезную информацию, безусловно. Но не факт, что вы хотите информацию получать. Поэтому, естественно, там это используется как мощный такой маркетинговый инструмент, инструмент воздействия, прямого воздействия на покупателя. Может быть, мы еще не дошли до таких высот, но, тем не менее, мне кажется, единственное по-настоящему преимущество этого решения именно в этом. Я понял, что у вас к такому решению интерес есть. И, возможно, если его несколько трансформировать именно в сторону возможностей, в том числе предоставления фискальных чеков, либо в сторону, опять же, более глубокой интеграции, то, наверное, это может быть иметь право на жизнь и, наверное, будет развиваться, конечно. Безусловно. Более того, в моем понимании, это, конечно, следующий шаг после, так скажем, профессиональных терминалов, профильных терминалов, которые использовались ранее. Почему это следующий шаг? Потому что это шаг к сращиванию программного обеспечения и непосредственно функции платежа. Безусловно, на текущий момент мы, модернизируя логистику, модернизируя нашу компанию, мы рассматриваем варианты обеспечения курьеров не просто, так скажем, маршрутным листом, не просто определенной навигацией. Мы рассматриваем именно программно-аппаратные решения. И, конечно, программно-аппаратное решение, оно должно учитывать и возможность платежа. То есть, если очень просто и примитивно говорить, то курьер по окончанию маршрута, то есть по факту передачи, по факту платежа, например, он закрывает этот маршрут самим фактом. Поэтому мы понимаем, что телефон перестал быть телефоном, он стал мобильным устройством, компьютером, определенной технологией в руках. А технологии, конечно, должны сопровождать любую сделку. Я абсолютно с вами согласен. Спасибо, Денис, за участие в нашей программе. Я приглашаю вас на следующие наши серии. Спасибо, до свидания.